Вот, настроил, смотри, проверяй. О, и снимаю теперь. Да, классно. Они будущие Рязанской области в свои 15-16 лет четко понимают, чем хотят заниматься, когда вырастут. Борис и Виталий дружат и мечтают научиться создавать беспилотные летательные аппараты. Я себя вижу в будущем инженером-программистом по специальности и предпринимателем по работе, так скажем. Мне очень нравится IT-направление, думаю, и стартап запустить в этом плане. Воплощение мечты начнется здесь, в первом Рязанском кванториуме. Он создан для поддержки одаренных детей. Здесь изучать IT и нанотехнологии, промышленный дизайн будут рязанские подростки. В этом году примут 800 человек. Открыли кванториум в здании бывшего кинотеатра. Еще год назад здесь была раздевалка, а сейчас полигон для испытаний робототехники. Реконструкция здания началась в декабре 2016-го. В нее уложили порядка 200 миллионов рублей. Треть сумму пошла на приобретение современного оборудования. Например, такой руки-манипулятор нет больше нигде. Оснащение демонстрируют гостям. Среди них губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Хотел бы поблагодарить Алексея Геннадьевича, губернатора Тульской области, за то, что он нашел время приехать к нам в Рязань сегодня. Мы намерены подписать соглашение о сотрудничестве между нашими двумя областями. В Туле такой технопарк был открыт еще год назад. И я думаю, что у нас будет чему поучиться у наших соседей. Качественное и современное образование – это одна из притетных задач, которые перед главой региона ставит президент России Путин Владимирович. И создание, конечно, таких же центров – это позволит с малых лет воспитывать высококлассных специалистов для наших ведущих предприятий в различных отраслях. Образование и наука – не единственная сфера, в которой сотрудничают соседи Тульской и Рязанской области. Дальнейшее взаимодействие скрепляет подписями Алексея Дюмина и Николая Любимова в присутствии полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова. Наполнять соглашение конкретикой будут региональные министры. Документ предполагает сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, культуре. В условиях западных санкций российские регионы должны научиться кооперации. Это подъем экономики, по большому счету. И самый важный момент, о чем говорит Владимир Владимирович – конкурировать нужно не между собой, а нужно конкурировать с нашими конкурентами, которые находятся в Европе, в Соединенных Штатах. А между собой нужно дружить. Большая помощь в реализации практически всех проектов, которые находятся под контролем правительства Российской Федерации, под контролем президента Российской Федерации, нам оказывают в ручном режиме полномочные представители президента по Центральном федеральном округу Беглов Александрович. Поэтому я в пользу случаях хочу вам сказать большое спасибо, что практически вы находите время для каждого, вы уделяете нам внимание, подсказываете нас, и наставляете направленный путь, и определяете правильный вектор. Задача максимума – повышение качества жизни населения, независимо от того, где живет россиянин – в Рязанской, Тульской области или Москве. Все должны иметь равные возможности – доступное образование, медицина, хорошие дороги и конкурентноспособная промышленность. Над этим соседи региона должны работать вместе. Екатерина Старцева, Руслан Кравченко, Первый Тульский.